Продолжение следует... Мы только начинаем двигаться навстречу друг другу. Продолжение следует... 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 Ты моя, но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. Велия Сергеевна! Велия Сергеевна, у нас проблема. Вчера была какая-то девица и взяла адрес детского дома. Верия, Верия Алина. Вериалево, ух, потерпи Вериалево. Что произошло, скорую вызвали? Да. А кто здесь был? А-ка-ка-ка. Верия работы, никого Дашенька не было, никого. Я сейчас в аллакардин накапываю, может, скорая приехала. Тата, моя девочка. Физка дура. Её ещё тогда гнать надо было. Присосалась змея. А о ком вы говорите, Альберт Владимирович? Да Анфиса эта, что в няньках у нас работала. Нет, ну конечно она Светочку вырастила. Но ведь не за спасибо же. Платили мы ей хорошо. Жила у нас, ела с нами. Анфиса у вас работала? А зачем она сейчас приходила? Ну откуда мне знать, зачем она ходит? У меня, деточка, работа. И мне за бабами на кухне подглядывать некогда. Спасибо, Виктор. Но я надеюсь, что сегодня ни в какую историю вы не попадёте. Дашенька, ну я ведь так стараюсь. Ведите себя с ним. Хорошо. А как же, всех помню, да, деджан. А как Катя Виноградова к вам попала? Помните? Катя, Катеньку нам подбросили. Рано утром на порог поставили коробку от коньяка. А в ней крошка совсем. Два дня от роду. Значит, богатые люди были, раз коньяк коробками покупали. Не знаю, Дарья, джан. Богатые не так это делают. Ночью не подбрасывают и денег дают. Просят смотреть за ребёночком получше. А у Катеньки только цепочка была. А говорят, что Катя каждый Новый год подарки получала. Платье ей кто-то присылал. Так это? Да, было. Немногие здесь подарки получают. А кто Кате помогал, не знаю. Всегда утром на пороге находили. И записка обязательно на машинке отпечатана. Кому? Зачем? Мы так и говорили девочке. Дед Мороз принёс. И сами в это верили. А Анфиса Ивановна Киселёва вот это имя вам о чём-нибудь говорит? Да. Она у девочек уроки кройки и шитья вела. Долго работала. Лет двадцать. А потом директором ателье стала. Катюшу ещё несколько девочек себе работать забрала. А недавно к нам генерал приходил. Генерал? Про Катеньку спрашивал. Генерал Семёнов. Он не знал, как её зовут. Стал объяснять, в каком году да как ребёнок попал сюда. Я и поняла, о ком речь. Но адрес Катеринин я ему не отдала. А почему? Может быть, это её отец? Вот как раз поэтому. Детки! А то знаете, как бывает, Дарья Джан? Берите конфетки, я вам приеду. Сначала отец бросает ребёнка, ни копейки на него не даёт. А как старость подходит, сам за деньгами идёт. Я у него телефон взяла. Думала отдать Катерине. Пусть сама решает. Может, передадите? Конечно, передам. Подходи. Угощайтесь. Иди сюда, деточка. Сева, вы что там делаете? Сева, вы кто? Чего тебе надо? Маньяк. Спасибо большое, Нателла Вартановна. Я вам визитку оставлю. Так, на всякий случай. До свидания. До свидания. Здрасте. Тихо. Тихо. Оружие на землю. А, да это не оружие. Вот, чуть-чуть. Руки. Господа, господа. Я вам всё объясню. Я его не поймал. Он вон туда пошёл. Виктор? Минутку, потерпитесь. Сейчас преступника обезвредим и пройдёте. Да какой это преступник? Это Виктор Ле Франсуа, гражданин Франции. Ну да, мы этого педофила второй месяц ловим. Виктор! Я ни в чём не виноват. Волнуйтесь, я... Я ни в чём не виноват. Я... Виктор Ле Франсуа, гражданин Франсуа, гражданин Франсуа, гражданин Франсуа. Не вылетели вы столь любезны, пожалуйста, дайте мне бумагу и ручку. Но мне нужно написать заявление. У меня машину угнали. Новый Ситроэн. Полковник Дегтярёв сказал, что вы обязательно найдёте. Слышь, капитан, а у меня Боинг украли. Французский. Мне тоже заявление нужно написать, а? На место сядь. Товарищ сержант, слышь, Мусье бумагу требует и ручкой, если можно. Машина-то красивая. Увы, красивая. Ситроэн. Ты особые приметы пиши. Царапины, вмятины, шмятины. У него ж наверняка номера-то перебили. У него есть особые приметы-то у тачки? Есть. Ну? Она без колёс. На коньках. Нет. На кирпичах. Пиши. Полковник Дегтярёв. Старший оперативный дежурный, капитан Ярилтин. Барон Мишель Анри Вектор Ле Франсуа. У вас сидит. Товарищ полк, какой барон? Я здесь, мальчик. Сиди к тебе. Грязно у вас тут. Так, уборщица уволилась третьего дня. Но это не значит, что надо по уши в грязи сидеть. Устраивайте субботник. Товарищ полк, ну среда с вами. А значит, средник. Слушаюсь. Иностранец. В обезьяннике. По уши в грязи. Да. Вот что он в Европе скажет? Где его личные вещи? Так, женщина, сюда нельзя. Это со мной. Даша, я здесь. Модель Беретта. Пистолет-зажигалка. Продается в каждом киоске. Разрешение не требуется. Стихи пишите? Нет. Заявление об угоне моего Супреена. А, так это по-французски? Ну, действительно, безобразие. У иностранного поданного днем продут машины. Разберитесь. Служу. Освободить под моей ответственностью. Урон на выход. Спасибо. Не за что. Работный. А вот вы, граф, задержитесь. В иностранном тексте разбираешься? Шпрехи. Не шпрехи, штука по-французски. Французы. Слышь, капитан, а если переведу, отпустишь? Переведи. Выпущу. Понял. Давайте я вас подвезу. Спасибо большое, Александр Михайлович. Но у меня еще сегодня свидание. Еще раз спасибо. Управление. Управление. Знаете, Даша, Наталья мне столько рассказывала о вас. Я решил, что лучшей жены мне не найти, и сказал, что поеду за вами в Россию, в снега. Правда, правда. Наталья так смеялась, так смеялась. И предупредила, что этот фокус с женитьбой. О, это будет непросто. Понятно. И тогда вы решили подыграть мне в моем увлечении детективами. Как глупо. Ну, почему глупо, Даша? Даша, я готов идти за вами в огонь. Хотите в воду. Правда. Вы хотите? Знаете, в конце концов, то, что вы делаете, это ведь тоже игра. Вот это ваша квартирная махинация. Это же не серьезно, Даша. А нападение алкашей? Ой. А погоня за бандитом с игрушечным пистолетом? Он мог вас убить. Да не мог. У него другие интересы. Никто еще за мной так не ухаживал. Даша, скажите, а вот сейчас это было свидание? Нет. Разъяснительная работа. Свидание у меня с генералом. Понял. Не понимаю, какой диск? Ты меня спрашиваешь? Я тебя зачем сюда позвал? Чтобы ты мне вопросы задавал? Давай. Можно сломать. Ну? Но вы можете потерять часть данных. Может быть, даже большую часть. Рискнем? Какой там рискнем? Ты что, идиот? Пять лет работы. Вся наша клиентская база. Две недели. Неделю. Или я тебя задушу? Это вы хотели со мной встретиться? И если вы генерал Семенов, то я. Слава Богу, хорошенькая. А то у меня очень мало времени, и не хотелось бы тратить его на встречи с несимпатичными женщинами. Давайте сразу определимся. Это свидание чисто деловое. Я знаю, что вы интересовались судьбой Кати Виноградовой. Почему? Дочка моя. Катя? Ваша дочь? Так точно. Сам недавно узнал. Вот только адрес я не знаю. А вы? Вы опоздали. Катя умерла. Вот как. И повидаться не успели. Странная штука жизнь. Вот уже и дети умирают, а я все живу. Все на хорошеньких женщин. Заглядываюсь. И зачем все это? Умрем. И мы, и они. Зачем? Антон Антонович, дело и так запутанное. Мне еще ваших философствований не хватало. Давайте конкретно. Как узнали про Катю? Почему только сейчас хватились? Давнее это дело. Такие страсти кипели. Я тогда был курсантом высшего военного училища. Как увольнительная, у меня новая девушка. Уж больно много их было, просто глаза разбегались. Одна сильно зацепила. Так же, как и я, недавно из деревни приехала. Анфисой звали. Это мне? Конечно тебе. Нам в училище мороженого не дают. Слушай, у меня увольнительная до восьми вечера. Может, в кино сходим? Пойдем. А у меня до 14.00. Ну, тебе можно и опоздать. На губу не посадят. Не посадят. Только обратно в деревню отправят. Мне с Виолетой ссориться нельзя. Где я еще такую хозяйку найду? Я из Москвы никуда не хочу. Как никуда? Вот выйдешь за меня замуж, еще помотаешься по гарнизону. Замуж? Замуж совсем другое дело. Да? Да. Слушай, твоя хозяйка очень строгая. Может, к тебе пойдем? Ну, должна же она понимать, в конце концов. У нее муж... Когда с работы возвращаются? О, Альберт Владимирович у нас ученый. Он на север уехал, деньги зарабатывали. Вот. Да. Ну, а, пойдем. Виолетта баба понятливая, она не прогонит. Здравия желаю. Виолетта Сергеевна, она должна быть вам увольнительная. Ну, пожалуйста. Мама! Чис, до двух-то управитесь? Мама! 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 Виолетта Сергеевна, с чего на рынке-то брать? Как вчера договаривались? Как вчера, Анфиса. Как вчера. Ну, поедем, ты меня проводишь как раз. А ты иди, Нафиса, иди. У тебя эти вольнительные уже закончились? А у него до восьми. Я угадала? Да. Ну, а женился я поздно, уже в Казахстане. Дети пошли, потом внуки. Ну, а теперь-то я их всех перетащил сюда, в Москву. А значит, Анфису тогда бросили. Беременную. Сидите, значит, да? Танечка, ты не подумай, пожалуйста, ничего такого. Это следователь Клеопатра. Не сегодня-завтра уже в гроб ложится, а ему все свидание, да? Да, Танечка, это же не женщина, это следователь. Ведь знал же, что надо поменять дисплакацию, она меня обязательно вычислит. Ну-ка, вставай, давай иди. Давай иди. Не замолчи. Иди, я тебе сказала. А ты не вздумай ему звонить, шалава. Понакупят здесь рации. Эй, да, чужим мужикам сигнались. Что это? Это же Виолетта. Иди домой. Да что ж вы сделали, они меня убьют теперь. Давно пора. Давно пора. Иди. Да пошел, пошел. Иди, я с тобой дома говорю. Даша, какой сюрприз. Пожалуйста, проходите. Господи, какая неожиданность. Как долго я ждал этого момента. Какого момента? Даша, вот это, когда вы наконец-то решитесь и придете сами. Не потому, что вам велела Виолетта Сергеевна, ведь вас не Виолетта Сергеевна прислала, нет? У меня, знаете, здесь... Даша, у меня все есть, уверяю вас. Валера, я пришла потому, что мне звонила Виолетта Сергеевна. Даша, ваша застенчивость меня просто сводит с ума. Дело в том, что у меня сломался мобильный телефон, и Виолетта Сергеевна не могла связаться со мной. Я теперь не знаю, что мне... Даша, да не нужно ничего делать. Просто расслабьтесь, не думайте ни о чем. Ну, скажите, вам не надоело прислуживать этой припадочной профессорше? Ну, я буду с вами откровенна. Мне очень нужно попасть в аспирантуру. Даша, вы попадете в нее, я вам обещаю. Я составлю вам протекцию. А сейчас нам нельзя терять времени. Дашечка, к сожалению, увы, я женат. Почти. Ну, понимаете, находясь в некоторых обязательствах... Я все понимаю, я все понимаю, я ни на что не тяну. Молчите, Даша, какая вы женщина, умная, чудная. Но почему вы не можете быть моей женой? Почему, Дашечка? Но вы могли бы стать для меня чем-то большим. Вы могли бы стать моей музыкой. Валерий, мы это обсудим, но позже. А сейчас я нуждаюсь в вашей помощи. Конечно, Даша, конечно, я помогу. Мы для этого и встретились с вами в этой жизни. Чтобы помогать друг другу, чтобы я помогал вам. Вы помогали мне, Даша. Но я больше не могу. По-моему, нам уже пора познакомиться поближе. Я хочу вас... Извините, конечно, что я вмешиваюсь. А не пошли бы вы отсюда? От вас, Даша, я не ожидал. Ну а вы, папа, никто не делает секреты из того, что вас купили. Но вы хотя бы могли оценить сумму, вложенную в вас. И не водить баб в мамину постель. Господи, Дима, я тебе все объясню. Да, Шенька, кому что вы собираетесь оправдываться перед этим сопляком? Послушай, сынок. А тебе не кажется, что ты суешь нос не в свои дела, а? О, а вы же говорили, он сломался. Дима, ты ничего не понимаешь. У меня сломался мобильный телефон, и Виолетта Сергеевна не может связаться со мной. О, Боже мой. Как же вы так неаккуратны? Это же антиквариат. Теперь точно вас не примут в академию. Дима, ну хоть ты мне помоги. Что мне делать? Бабушка просила вас забрать ее из больницы. Даша, в следующий раз мы будем встречаться в ресторане. Здесь нам даже поговорить не дастся. Дима, подожди меня. Даша, не спешите, ну куда же вы? Нам еще нужно купить сотовый телефон. Потом забрать из больницы Виолетту Сергеевну. Ну, а потом? Потом домой. Слава. Ну, как дела? Порядом. Расследование продолжается. Продолжается, продолжается. Не торопись, Аркаша. Стараюсь, мам, но от этого дебюта зависит моя дальнейшая карьера. Будет у меня обширная практика, или я так и просижу консультантом. От этого твоего дебюта будет зависеть судьба Романа Виноградова. Будет ли он сидеть в колонии, или выйдет на свободу. Вот так. КОНЕЦ Принеси, Банди, принеси. Давай. 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 Да, Виолетта Сергеевна. Да. Конечно, свободно. Хорошо. Ну. И долго мне еще ходить в крепостных. Скоро я узнаю все тайны Павловских. Одно неясное. Зачем подставили Романа и кто убил его мать, Екатерину? Скажи мне, Банди, скажи. Виктор, налейте вина. Я хочу сказать тост. Я хочу сказать, что я совсем не верила в гороскоп. Ну, однажды Манюня прочитала мне прогноз на мой день. Там говорилось, что я обязательно попаду в криминальную историю и завяжу романтическое знакомство. Весь день я просидела дома. Но все сбылось. Аркадий, у тебя будет блестящий дебют. Это не просто квартирная махинация. Мам, ты опять про работу. А где романтическое знакомство? Романтическое знакомство... Вот. Вот. А вот и блинчики с мясом. С чем? С мясом. С мясом. Берите, прошу вас. Я совсем запутался. За что же мы пьем? За гороскопы. Что? Курочка сегодня ночью отменяется? Благодарю вас, Марин. Но я решил легализовать употребление пищи. Чай будешь? Не буду. Пей. Что это? Зачем? Все равно у тебя ничего не получится. Лиза, откуда ты знаешь? Кто тебе об этом сказал? Ты можешь назвать имя? Саша, ты мне можешь ответить на один вопрос? Что такое имбибиция? Нет, не могу. Скажи, уже готовы результаты графилогической экспертизы? Кто написал предсмертную записку Екатерины Виноградовой? Ее написала сама Екатерина. Поняла, Даша? Сама написала, сама съела снотворного. Так что бросай свое расследование и делай мне перевод. Она не могла бросить сына. Ее заставили написать записку и проглотить таблетки. Кто? Ну что ты выдумываешь? С чего ты это взяла? Приснилось. Ну дай поспать, Даша. Подожди, покрою. Привет. Иди на кухню, помой посуду и приготовь обед. Хорошо. Давай тяни. Туже затягивай, Анфиса. Ну еще туже, ну можешь же. Сил что ли не хватает? Ой, папочка. Ой, Анфиса, еще чуть-чуть, а. Ой, не хватало, чтобы Валерка мне еще о лишних килограммах на свадьбе напоминала. Ой, а то сейчас мужики только на костлявах засматриваются, а. Не боись. Не боись, куколку из тебя сделаем. Анфиса, ну ты же знаешь, я столько лет этого дня ждала, а. Ой, так вот по бабе рассуждай. Ну что еще надо, а? Всего сама достигла. Все есть, достаток в доме. Да. Надо вот что? Мужика красивого. И бабе, чтобы счастье было, и все. А ты не думаешь, что ему твои деньги нужны? А вдруг с очередной упорхнет? Ой, мне только замуж за него выйти. Я его вот здесь держать буду. Девица, с которой он упорхнет. Я глазенки-то по-моему царапаю. Спасибо тебе. Пока. Когда свадьба? В субботу. Ты замужем? Нет. А была? Четыре раза. Ну и как? Не понравилось. Анфиса Ивановна, к вам опять из милиции. Я не из милиции, я частный детектив. Нам какая разница после вас? Анфиса всегда такая злая бывает. А, это опять вы? Добрый день. Пожалуйста. У меня была встреча с Антоном Семеновым. Он искал Катю. Он здесь? Впрочем, я хотела спросить не это. Значит, вы все знаете? К сожалению, нет. Иначе бы у меня сложился пазл. Что сложилось? Пазл. Это такая мозаика, рваная картинка. И если верно сложить, очень красиво получается. Хоть на стенку вешать. Ну, поделитесь, что вам удалось собрать. Может быть, я чем-нибудь помогу? Ну, во-первых, я знаю, что Виолетта Сергеевна виновата в том, что вы расстались с Антоном Семеновым. Знаю, что вы родили ребенка от Антона, девочку Катю. А потом отдали ее в детский дом. Правильно? Правильно. Поэтому и устроилась в детский дом, чтобы быть рядом с дочерью. Деньгами помогала. Инкогнито, так сказать. Ну что, сложился пазл? Нет. Почему вы не сказали Кате, что она ваша дочь? Она себе какую-то маму нафантазировала. Эти сказки сыну рассказывала. А знаете, как Роман вас себе представлял? Красивой, богатой. И непременно из Парижа. Вот, наверное, поэтому. Небогатая и не из Парижа. Как это вы себе представляете? Здравствуй, дочка, это я. Так? Ну, может быть, лучше так, чем все время скрывать. Ой, Дарья Ивановна, пощадите. Я ведь, я ошибалась. Я как могла, я пыталась что-то исправить. Жизнь и так меня немало наказывала. Ну, разве я могла предположить, что мой внук окажется на скамье подсудимых, что начнет судиться со Светочкой, которая, кстати, тоже мне не чужая. Я тебя воспитывала. Знаете что, давайте пройдемся. Хорошо. Чуть попозже перезвоню. Пока. А вот скажите, как вы думаете, Рома мог украсть деньги? Ой, не знаю. Не знаю, мне как не хотелось об этом думать. Тогда выходит, что Света обманывает? Вот какие странные выводы вы делаете. А я бы подумала, что его начальник Слава Демьянов присвоил эти деньги себе. Вот. Действительно, как-то это мне не пришло в голову. Значит, вы уже разговаривали с Семеновым? Да. Но нас прервали, его жена. Значит, у вас есть его телефон. Да. Но только я вас предупреждаю. Будьте осторожны, потому что похоже, что его жена из военной разведки. Вот. Спасибо. За мной приехали. Всего доброго. До свидания. Алло. Ах, это ты, Слава. Ну, что звонишь? Своего мужика заведи, звони ему. А он мой мужик и есть. Виолетта, я сдал экзамен и уезжаю из Москвы. Но у меня будет приличная зарплата. Ты поедешь со мной? Я же замужем. Для начала нам дадут комнату. Потом все быстро наладится. Ты не думай, я генералом стану. Вот, когда станешь, тогда и поговорим. Антон, я могу поехать. Глупая ты, Фиска. Мам, ты еще не спишь? Ой, нет, Манюня. Заходи. Хотя устала, как собака. Поспала бы с удовольствием. По-моему, тебе надо поехать к Наташке. Там тебе комиссар Перье не позволит заниматься расследованием. Ты так думаешь? Полковник Дегтярев тоже считает, что держит ситуацию под контролем. Нюнечка, ты можешь мне помочь? Меня в результате не похитят, а то это большой стресс. Нет, абсолютно мирное занятие. Мне нужно перевести два текста и распечатать. Хорошо, что у тебя? Вот, один экономический для академика Павловского и для полковника Дегтярева. Ну, в 15 экземплярах для его академии. Делаешь? Конечно. 15 для Павловского и один экземпляр для полковника. Нет, все наоборот. Павловскому один, полковнику 15. Все, я пошла спать. Ангелина, привет. А, да, привет. Я на минутку. С тебя 300 рублей. Это за что? Не за что, а на что. На подарок собираем. Ты знаешь, что дочка Альберта Владимировича Павловского выходит замуж? Ну, откуда же мне знать? Я думала, ты раньше нас узнала. Тебе разве Валера ничего не сказал? Валера? Какой Валера? Ангелина. Какой Валера? Твой Валера. Держи, у меня 500. Хотя, ладно, ты можешь не сдавать. Возьми. Почему? Что за глупость? Держи. Не надо, не надо. А с кого замуж-то уходит? Ангелина. Ну, может быть. Ты что, шутишь? Ну, ладно. Пока. Пока. Алло. Дарвана. Да, здравствуйте, это Ангелина Страшная. Вы знаете, я решила, я передумала, я решила вам все рассказать. Приезжайте прямо сейчас, узнаете много интересного, да. Завтра? Хорошо, завтра. А ты совсем не изменилась, не то, что моя Танька. А это зачем? Думала, по-другому не вспомнишь. А, как первый раз? Только тогда ты покупал. Да. У тебя жена-то не выслит. Уехала к подруге, так что у меня увольнительная до восьми утра. Может, к тебе пойдем? Не поздно спохватился. Ешь мороженое, а то растает. Как жил? Меня вспоминал? Не ври. Виолетта вспоминал. Ты знал, что у нее был от тебя ребенок? Знал, она мне написала. И что аборт не сделала? Тогда-то это было непросто. Так все девять месяцев из дома и не вышло. Соседи зауважали. Ведь надо ж, как себя блюдет. Без мужа даже носа не высунет. Ну, я роды приняла и дочку в детдом отнесла в коробке. А страсти-то какие роковые. А конфис, не жалей, что я тебя замуж не взяла. Моя Танька знаешь, как со мной натерпелась? Я ведь как был бабником, так бабником и умру. Прямо здесь. Или жена убьет, или сердце прихватит. От чувств. Ну, а ты-то как? Как все? Как? Муж бьет и бьет. А дети разлетелись и не вспоминают? Мужа нет и не было. А дети. Только дочка Светочка, а Катя умерла. Так они же не твои, а Твиолетты. У меня других и не было. Ты когда уехал, а у меня без тебя пазл не сложился. Чего у тебя не сложилось? Пазл. О! Что это здесь? Не знаешь? Знаю сердцем. О как. О как прихватил, да. Фу! Зря ты тогда меня замуж не взял. Я бы тебя на руках носила. Ну, прощай. Слушай, вызови врача. Вызови врача. Фиса! 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 Гражданин. Гражданин. Фиса! Фиса! Гражданин. Фиса! Гражданин. Фиса! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...